а вопрос можете задать это чтобы деньги были вешаешь красные стринги на люстру и тогда деньги другого процента были ли ты их тизан для этого купила это не выложила в тик ток она такая то что на заднем плане на люстра и тоссы висят дети зестим а знаешь о чем чем бесит вообще у меня такое часто бывало типа что-то из ряда ты выкладываешь ну люди чё такие тупые нему прям вот вглядываться задний план а все выглядываются идти потому что вам дед больше нечего идти присматривать мой видос чтобы просто выйти по мне на фоне говно какой-нибудь там собаку трусы где-нибудь валяющиеся носки барда какой-нибудь здравствуйте дорогие зрители у нас очередной выпуск про сок и танцы в тик токе и сегодня у меня в гостях бывший тик ток блоге диана вот я буду задавать ей вопросы она будет максимально емко и надеюсь на них отвечать на тему тик ток танцев и так далее не надоело емкости по 15 секунд тик токи типа 15 секунд истории в инстаграм я хочу диссертации писать я типа умею у меня с влог поставлен очень нормально мы говорим так как у нас танцевальный канал мы говорим о танцах о танцах в тик ток что там за танцы что-то о них может сказать не очень простые ну для меня по крайней мере точно были простые ну типа танцем занималась мне все просто и легко очень они очень странные они очень прям под музычку они очень простые они очень динамичные потому что вы в тик токе дети сидят не делать ничего надо как-то завлекать аудиторию поэтому они очень активны постоянно что-то меняется так руками бегать лечить что-то там вот это все вчера ночью смотрела видос там какие-то чуваки они типа тик токеры там какой-то тренд типа записывать тик ток танцев 3 часа но они типа записывали с какой-то девочкой типа дуэт вот и они годом одну это быть невозможно это ускорено это она просто обычно танцует я такая смотрю ну типа ну у нас полстраны так танцует есть девочки которые просто ну типа для себя чисто на скорость танцует он тоже сам ренегейт самый популярный который был какой-то время назад я его на скорость танцевал он числе себя не снимал это чё там еще 2 мая все это ничего танцевать ее мои вот о чем я вела в предыдущем видео что просто банально там вот и когда люди говорили что мы не можем выучить хореографию стик тока ребята попробуйте выучить хореографию андрея бойко у тебя сколько там в теле у человека мышц у тебя на 200 мышц больше чем есть напрягаются типа это сверху там мышц этой мамашки напрягаются вот там и тесно там все но не движение используют одинаковые практически вот эти вот все а самом сплэйп и вот это клубы да вот тут 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 типа мало половин говорила в этом прошло видео да что звезды не всегда могут зайти в тикток штуку охеренный у киркорова да он завел столько видосиков 5 наверное он просто типа есть там звук типа shoes I like shoes. Просто обувь показывает под этот тренд. У него столько ботиков просто. У него там реально ну прям шуз, прям вот. И он такой же стоит статный, знаешь, он очень хорош. Он уместно это делает, не как Бузова сдавая, как дебилоиды, они как дурчики. То есть танцы там заходят простые. Динамичные, чтобы завлекать маленьких детей, которые подписываются на вас, а потом не лайкают, потому что забывают. У них там 3000 подписок, они не смотрят на ничего. А зачем тогда подписываться, ну типа лайк не пролезть, не дальше, типа и все. Ну тебе во сколько лет, Ильин? Мне по секрету 27. У тебя мозги на месте, как говорится. Ты бывший танцор. Помогло ли тебе это в тиктоке? Да, очень. Ну, если бы я хотела построить прям танцевальный, крылья танцевального тиктокера, ну типа у меня бы это получилось. Но из-за того, что таких очень много, это очень скучно. Но вообще это очень помогло, помогло. Я очень, есть чувак один клёвый. Он очень прикольный, он очень харизматичный, он очень талантливый, прям клёвый. Я весь такой классный, смотрите на меня. Ну танцуют, как макароны в кастрюле, базарю просто. Ну прям плохо. Я думаю, вот не делай, пожалуйста. Ну типа делай то, что тебе получается делать. Мне прям помогло. Там всякие движения руками, я по ритму никогда не сбивалась. Даже если действовались очень редко, максимально редко ноги, там прям вообще мне помогло это. Вот. Вот, брать ту же самую Чарли Дамелио. Она же гимнастка. И она была на X-Factor, и она вообще танцор, гимнастка. И она, ну по ней это видно. Так что танцы помогают. Если вы хотите в ТикТоке быть, сначала научитесь танцевать, а потом идите в ТикТок. Нет, вы можете делать, что хотите. Типа никто вам ничего не запрещает, но вы будете как дурчок выглядеть. Люди будут над вами ржать. Ну тоже неплохо, но смотря какова сама цена. Ребят, если вы выкладываете что-то в ТикТок, вы смотрите, что вы выкладываете вообще. А то, может у вас там трусы на люстре висят, простите, конечно. Что ты там постила? Если ты говоришь не только там, ну типа танцевальные всякие штуки, ты там старалась не постить. Что ты там постила? Я шутки клепала дурацкие и противозаконные, из-за которых потом попала в теневый бан. Ну в смысле, я шутила про историю, я шутила. Я вообще смотрела, что делают ребята, которые в моей, в моих рекомендациях. Со временем уже там рекомендации под тебя подстраиваются. Ну да. Вот. И я смотрела, видела, что они делают. Думаю, ну я тоже могу это сделать, сейчас сделаю. Там всякие там подборки фильмов, примитивная всякая чушь. Любила. Мой любимый жанр вообще, когда ребята все это делают, это самолюбование в ТикТоке. Ты красишься, кривляешься. А людям это нравится, потому что, ну, если ты красивый, ну мне говорили, что я красивая, поэтому я верю. Какого-то клёвого контента я не лепила там вообще. А когда пыталась, ты никогда не залетала, я расстраивалась. Думала, ну, идите вы тогда нахер все коллективы. Как окружающие относились к тому, что ты иногда записываешь какие-то типа там... Меня в классе дудосили все за это. Ну, дудосили. Меня за это в классе, короче, ржали надо мной. Вот здесь вот будет пояснение, что это за слово. Ну типа прикалывали, я думаю. Нет, дудосить это от слова дудос-атака. В интернете есть такая штука, когда дудос-атака, это когда много человек атакует один сайт, он ломается. А. Ну вот. То есть, образовательный контент для детей, да? Дудос-атака. Дудосили меня в классе за это, типа, чего, ТикТоки снимаешь? Ой, Диана опять ТикТоки смотрит. Ну чего, Диана, как там в ТикТоке? Нормально, все, отвалите от меня. Ну в чем прикол? Я все это записывала, и я как-то попала на самый такой, ну вот, завершающий этап, когда ТикТоки еще был в норме. Наверное, вот до карантина. Вот. Я в ноябре зарегнулась. Потому что в карантине туда хлынули люди толпой. Я с ноября по карантин я записывала, и все было, ну, более-менее ок. Вот. Потом я прихожу в школу недавно, что-то, ну там, надо было что-то сделать. И мои наклассники под форс-атренды, которые... Форс-атренды, я сказала слово-читание, прям все мали-молодежное. Тренды — это что-то популярное. А форс-ат — это типа... Используют, максимально часто применяют. Да. Форс-атренды, которые уже прошли месяца как два назад, потому что в ТикТоке тренды меняются вот так максимально быстро. ТикТок-тренды чаще всего это какие-то нормальные популярные треки или просто какой-то трешак? Часто какие-то треки, извините, становятся популярные только благодаря ТикТоку. Ну, я думаю, типа там, Крид, последние его несколько песен залетели только благодаря ТикТоку. Дурочки форс, всякие Криды там, все остальное. Это... Я сейчас поясню, почему я не могу мыслить о ТикТоке прям вот таких масштабных, как какой-нибудь Даня Милохин. Потому что я была в том самом сегменте вот тех неформалов, красивых видосиков с одеждой и всякими такими штуками, которые, ну, были прям отщипены, немножко отщипены от популярности такой большой, обширной. Поэтому вот все треки, которые форсились вот в этой части ТикТока, они вот только благодаря ТикТоку стали популярными. А то, что залетало и без ТикТока, ну, допустим, вот, что там, Моргенштейн какой-нибудь, да он и так бы залетел. Или LittleBig там какой-нибудь. Или LittleBig там какой-нибудь. Или LittleBig они, ну, просто грамотно использовали платформу, чтобы, ну, больше людей, там охваты большие и все. Но они бы и так сделали, не так и на клипах просмотров. Типа тучи. У тебя комментарии тучи? Да, у меня отключены комментарии на всем канале. Разберемся, мать мне не пишу. Ну, вот по терминам мы немножечко прошлись, да, типа там про Doss Atac. Это не из ТикТока все это еще. Ну, понятно. Просто молодежные эти. Что такое, вот, когда на английском пишут Paul и двоеточие? Это что значит? Типа это как Mood? Point of you это переводится, это расшифровывается. Ты смотришь видовитик какой-нибудь, и, допустим, там человек сидит, и как вот боком к тебе сидит. И это история о том, что, ну, боком, наверное, он сидит к тебе, и, поф, я твой, типа, сосед по парте. Банально, если. А, типа, то есть, ты участник видео. Типа, точка внимания, да, представь. Да, ты участник видео. Самый популярный термин в ТикТоке – краш. Что это такое? Скажи, где вообще. Я-то уже знаю, я-то уже знаю. Краш. Вы знаете, да. Вообще, у всех этих сленговых справочек, у них у всех есть перевод с английского языка. Ну да, ну это краш. Ну, типа, как… Короче, краш – это просто человек, который тебе очень нравится. В любовном плане чаще всего. Вот. Типа, вот, он очень красивый, и ты говоришь, такой, это мой краш, посмотри, какой меня крашит. Но он к тебе, типа, ничего, да? Да, как может ко мне быть что, если я вкрашивалась, типа, ой, вкрашиваться, такое 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 слово «вкрашиться». Если моим крашем был чувак, который, типа, один из самых популярных чуваков в ТикТоке, типа, в американском. А-а-а. Это может быть любой, типа, человек. Как твой близкий знакомый, так и какой-нибудь Чейз Хадсон, который был моим крашем, когда я только заревелась в ТикТоке. Краш – это просто объект его воздыхания. Тогда у меня было их… Было их. На Cold Spouse, например. Cold Spouse, так-то. Видите, он у меня стоит на… Почему? Нет, они не видят. Они видят, видят, видят. Юнота, можешь эту картинку вставить, это и все. Хорошо, я вставлю вот здесь, от другого. Скриншот своего рабочего стола, например. Почему я удалила ТикТок? Это моя любимая, типа, тема, потому что у меня уже были, как бы, знакомые в Ростове, которые сейчас популярными стали, потому что они шутки плели клевые. Вот. Но я пришла долго до них, у нас уже, как бы, я такая, ой, чё, чё, запишем вместе ТикТок, встретимся, тоси-боси. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что ни один из моих видосов… Раньше моя статистика была, наверное, такая, что каждый видос хотя бы по десятке-то набирал. Сейчас, ну, в смысле, на момент, пока я не удалила ТикТок, видосы набирали 200 просмотров, 300 просмотров. Я это понимала, что это был теневый бан, продолжительный теневой бан. У меня же был другой аккаунт изначально до этого. Да, я помню, что у тебя был другой аккаунт. У меня был другой аккаунт, который удалили за нарушение правил сообщества, потому что я шутила, типа, про… Про траву я шутила, короче. Я шутила про траву, про всё такое, типа, про Snoop Dog'а, типа, про всякие… Ну, эти всякие взрослые кексы-шмексы. Вот. Короче, просто вот я шутила, и мой аккаунт только удалили. Я такая, спасибо большое. Сделала другой, ну, как бы всё нормально было, там, первый видос 40 тысяч, там, ну, один из первых. Просто… Нет. Я в том видосе, я его, я жалко его не сохранила, он очень прикольный, я просто кривляюсь. Я ещё так по-странному накрашена, вот там был тренд на e-boys and e-girls. Типа, и я прям была, у меня там красные тени под глазами, чушь нарисована, какой-то крестик, то ли я, у меня подлазка, такая, полосочка. Ну, прям, вот, типа, муа, вот идеально, прямо то, что надо. 40 тысяч я там просто кривляюсь под музыку. Прям прыгаю в балкон, как мартышка, ну, 40 тысяч, типа, за сутки. Когда это понравилось всё такое, потом под Новый год за демонстрацию винного бокала, теневой бан, и просмотры были просто ужасные, там, еле сотка набиралась вообще. Потом что-то вроде норм стало, потом опять то же самое. В итоге того, что у тебя в ленте в рекомендациях может быть человек с сигаретой в кадре. Да, вот это я тоже не поняла. Прям вот, прям вот курит сигарету в кадре. И это не, это не для видоса, для видоса я начал курить, да, ну, дымится. Это должны уже в основном блокировать, по идее, по правилам сообщества. Но оно прошло каким-то образом. Но если ты продемонстрировал бокал с какой-то субстанцией, похожей на винную или там какую-то алкогольную, то, типа, все, теневой бан. Я как-то разбеседовала со знакомой, и она говорит, может, ты похожа на человека, которому не 13 лет, потому что лица, которые до 13 лет, они их не выдают в рекомендации никогда. Вот. Но я не думаю, что я похожа на 13-летнюю девочку какую-то. А я? Ты тоже не Эталина. В смысле? Я думала, может, я просто с правдой молодо выгляжу для того, чтобы тверкать и пить ее нищие. Нет, это тресла жопой. Это, типа, потенциально плохой контент. В смысле, только выкладывают же, ну, типа, тверкерши эти выкладывают. Ну, они выкладывают и нет, все. А почему, в чем разница? Нет в этом, ну, нет логики в этом. Я до сих пор не забрала всех механизмов. В итоге я тоже потом удалила. А у мамы капец красивый такой почек. У мамашек всегда красивый почек. Я не знаю, тебе надо ребенка родить, чтобы почек исправил. Да, клево будет. Ну, да, я тоже сейчас самоценная. Я так думаю, знаешь, там, типа, я в 92-м родилась, а те, которые в 2002-м уже поражали, блин. Не, я не рожала, подожди. И последний вопрос. Что ты можешь посоветовать начинающему ТикТокиу? Сейчас ничего. Сейчас не регистрируйтесь. На самом деле, ну, вот, ТикТок, правда, был хорош полгода назад. Но до того, как туда хлынули люди, карантинные люди. Были клевые тренды, были ребята прям вот такие, прям личности клевые в ТикТоке, которые прям очень были популярны. Ноэн Юбэнкс, типа, там, Чейз Хадсон, Чарли Дамелио, Эдисон и всякие. Знаешь, сколько выкупировал подписчиков? Был у Чарли, кстати говоря, в день. Нет, подписчиков в день. Хотевала записать ролик «Спасибо 40 миллионов», а, ну, она выкладывает ролик «Спасибо за 40, типа, лимонов». Заходишь на ее аккаунт, а там 43 миллиона уже. Какое-нибудь государство в Европе маленькое. Босния-Герцеговина там вся подписалась. Сейчас, наверное, туда идти не стоит, потому что там уже ничего не затягивает. Там тебя ничего уже так сильно не привлечет, как это было раньше. Раньше я сидела в ТикТоке без привлечения почти 8 в день. Сейчас я захожу на 5 минут, мне просто не хочется больше там сидеть. Я сегодня, кстати, узнала, я скачала на это телефон и поняла, что не обязательно регистрироваться, чтобы смотреть. Да. Вот, я просто такая, ну, начала листать и ввела хэштег «Дэнс» и просто по этому хэштегу смотрела. То есть не обязательно регистрироваться, чтобы смотреть там что-то. Начинаем с ТикТокером. Вам никогда не поможет хэштег рекомендации и хэштег «Хочуврек». Тупые хэштеги, которые вам никогда в жизни не помогут, если вы хотите быть в рекомендациях, вы там будете, но хэштег этот выглядит просто максимально тупо, он никогда вам не поможет. Но, тем не менее, я видела в рекомендациях людей с этим хэштегом. А что ты видела людей без этого хэштега в рекомендациях? Ну да. Ну да. В основном без. В основном, да. Это как в Инстаграме тоже написать пост и подписать, типа, «Хочу в рекомендованное». Нет, как это подписывают, типа, «inst4u», типа, знаешь, «inst4», я не знаю, какие хэштеги, я хэштеги не в жизни не ставила. Не, я ставила. Да у тебя там вот такой пост, вот такой, и хэштегов вот столько. Неправда, вот такой пост и вот только хэштегов. Теги в Титоке не помогают абсолютно. Если в Инстаграме мне как-то еще помогают, немножко, мило, мальчики, там чуть-чуть, вот столечко, то в Титоке они никакой роли не играют. Они играют роль, в таком смысле, если ты хочешь найти, если это какая-то тематика определенная. В Титоке нет никаких рекомендаций для начинающих. Не регистрируйтесь, пожалуйста, в Титоке, если у вас нет айфона, пожалуйста. Если на телефоне качество говневое, и когда снимают, типа, вот это вот три пикселя на Xiaomi в минуту, то, извините, это до свидания вообще. Это я, приветики. Мне это максимально раздержает, такой контент никому не нравится, потому что люди приходят в Титок либо для того, чтобы поржать, либо для того, чтобы красиво налюбоваться на красивых людей, на красивые видики. Либо просто дети маленькие, которые мне хер делать. Но сейчас там делать рядом нечего. Учитесь, книжки читайте, гуляйте с друзьями, там, не знаю, работайте, бабки зарабатывайте. Танцуйте в оффлайне. Танцуйте в оффлайне, да. Сейчас столько танцоров, как собак нерезаных народилась. Ну, сходите хотя бы к одной такой собаке нерезаной. Реально поможет. Это будет в сто раз лучше, чем завекаться в Титоке. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Мы с Дианой очень рады были пообщаться. Вообще, увидеться. Мы сто лет не виделись, на самом деле. И очень круто пообщались. Если вам было интересно, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Тикток херня, если что. Да. Танцуйте в оффлайне. Всем peace, god damn shit, yo.